Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегета и вместе с вами вспоминаем мы святого царевича Дмитрия Угличского и Московского. Вот именно так он звучит у нас в наших святцах, не только Угличский, но и московский царевич Дмитрий, который был убиен в 1591 году, всего лишь около восьми лет ему, и сразу скажу, что он покровитель всех детей и покровитель всех страждущих детей. Поэтому, когда мы переживаем о своих собственных детях, о их здоровье, о том, что чего-то может случиться или уже случилось, то обязательно непременно надо молиться святому царевичу Дмитрию. И вот сразу скажу, что сам царевич Дмитрий, он очень много натерпелся за всю свою жизнь. Он вроде бы из царского рода, да, но сын Ивана Грозного, а Иван Грозный, как вы помните, у него с женами было, в общем-то, не все настолько вот ладно, да, там умирали там и чего-то еще случалось, и в итоге Дмитрий Угличский, он рождается от Марии Ногой, фамилия такая Ногая, и вот она была на самом деле ведь шестой или даже седьмой женой Ивана Грозного, и вообще по церковным канонам такое было не положено, но все-таки это была царская кровь, и вот когда, что получается, значит, Федор Иоаннович воцаряется, а Иван Грозный умирает в 1584 году, когда всего лишь около полутора лет царевича Дмитрию, и под влиянием Бориса Годунова сначала маленького царевича его вообще высылают из Москвы, направляют в Углич, потом его перестают поминать в храмах за богослужением, как царского сына, потом его пытаются отравить, это вот реальные факты, но там не получилось, но умерла няня, вот, а потом он вообще погибает, да, при этом сначала там одну версию, якобы сам себя убил, напоровшись на ножичек или сваю острый такой, как бы гвоздик, вот, и пытаются как бы дело замять, и кроме того, при жизни, ведь он страдал падучей болезнью, то есть он терпел много, на самом деле, таких вот скорбей, да, вот этих гонений, притеснений, и при этом, вот, понимаете, детская святость, это всегда некая такая вот для нас тайна, потому что мы не знаем, что происходило, как вот живет отрок, но это видит Господь Бог. Есть вот, правда, такие сведения, что он все время ходил в храм, да, каждый день его водили в церковь, он часто причащался и каждый день вкушал от богородичной просфоры. Итак, вот вспомним, что же это за святой такой вот отрок. Он родился 19 октября 1582 года, в день памяти святого мученика Уара, и, кстати, вторым именем его было имя Уара, это прямое имя, тут немножко сейчас уже, конечно, подзабыли эту традицию, она была в княжеских родах, вот в царских семьях, когда давалось два имени. Одно имя, это имя, в общем-то, с которым уже крестили, в данном случае это имя в честь святого Дмитрия Солунского, великомученика Солунского Дмитрия, а первое имя, или оно еще называлось прямое имя, это имя святого, в день которого рождался такой ребенок, и вот в молитвах, в молитвах использовалось именно это вот прямое имя, ну, как бы для непосредственной прямой связи с Господом в молитвенном общении, и считалось так, что вот лучше вот это имя никому не выдавать, все вот знали вот имя княжеское, открытое, ну, может быть, боялись там каких-то волхвований, может там еще чего, вот, но в любом случае такая традиция была, и вот у святого Дмитрия Угличского у него прямое имя было в честь мученика Уара, потому что 19 октября он и родился, как раз на этот день памяти, 19 по юлианскому календарю, а в крещении ему нарекают княжеское имя в честь святого Дмитрия Солунского, и, кстати, сразу была написана мирная икона, которая и сохранилась до наших дней. Что такое мирные иконы? Это иконы в честь святого, имя которого воспримет новорожденный, затем крещаемый ребенок, и вот как только рождается такой младенец, замеряли его рост, его меру, и строго вот по этой мере писали икону его небесного покровителя, то есть вот какой рост ребеночка родившегося, по такой мере писали икону небесного покровителя, и такие иконы назывались мирные, и вот икона, мирная икона, которая подарена была Дмитрию Угличскому, икона святого Дмитрия Солунского, она сохранилась до наших дней. Ну, конечно, как вы понимаете, это ведь времена Ивана Грозного очень непростые, нелегкие времена, у него с сыновьями не очень вообще получалось, да, один, самый первый, он в результате несчастного случая погиб, другого он там убил, дети вообще бывало там умирали, которые рождались, и вот под конец жизни остается Федор, который наследовал престол старший сын, но Федор, он, понимаете, больше тяготел к молитве, к такой вот храмовой благочестивой жизни, как сам Иван Грозный о нем отзывался, сын мой Федор, он панамарь и звонарь, тот любил очень звонить в колокола в том числе, много молился, и царь Иван Грозный, конечно, понимал, что вот Федор Иоаннович, он не очень стремится к тому, чтобы принимать власть, а по-другому было никак, то есть вот раз ты старший сын, то ты и должен наследовать царский престол, а вот младший сын Дмитрий Угличский, он был еще слишком мал, и поэтому ему в удел отвели Углич, Углич это по традиции был город младших сыновей в правящей династии московской, то есть там князья или вот цари московские, и когда у них рождались младшие дети, то им, сыновья младшие, то им как наследственную делу выделялся именно город Углич, так что по-другому тут не могло быть, и вот в 1584 году Иван Грозный умирает. Заранее был им составлен такой вот совет, который должен был помогать сыну его Федору в правлении, такой регенский как бы совет, куда входили Мстиславский, Борис Годунов, кстати, Бельский, там еще другие некоторые, и вот получилось так, что один из них, Богдан Бельский, он как раз попытался провести такую интригу, чтобы как бы провозгласить именно царевича Дмитрия, маленького, полуторагодовалого, как законного правителя, потому что Федор Иоаннович не очень способен был, как казалось, к правлению, ну и за счет этого Богдан Бельский сам хотел закрепиться, и в результате он, конечно же, не мог достичь успеха, и маленького ребенка он тоже ставит под удар, поэтому сам Богдан Бельский был сослан, и в общем-то царевича Дмитрия вместе с мамой его Марии их тоже отсылает в Углич из Москвы, еще даже вот до торжественного воцарения, вот помазания на царство Федора Иоанновича, и там они пребывают, там он возрастает, в общем, известно из сохранившихся источников, что люди, простые люди города Углича, они очень любили маленького царевича, которого постоянно видели в храме, да, который появлялся там где-то, вот, и они в нем не чаяли души, поэтому, когда, в общем-то, он был убит, то весь город тут же поднялся, потому что сердцем своим они все были вместе с царевичем Дмитрием. А сохранилось много таких вот воспоминаний и описаний со стороны, в том числе, там, и западных каких-то дипломатов, тех, кто приезжали в Россию, в Москву, наблюдали ситуации, вот англичанин Флетчер, он, видя и зная про царевича Дмитрия, он уже заранее писал, что он обречен на смерть, что неизбежно он был обречен на убиение, потому что вряд ли позволили бы ему возрастать. То есть, вот маленькие дети, они оказываются заложниками ошибок взрослых людей или там злых умыслов взрослых людей, и вот представитель власти, который, ну, не представитель, а, возможно, претендент на трон царский, он непременно попадал под удар. И мы понимаем, что, конечно, вот в то время уже выдвигался Борис Годунов, и так как Федор Иоаннович, у него не было прямых наследников, да, а женат был Федор Иоаннович именно на сестре Бориса Годунова, поэтому связь была очень тесной, потихоньку именно Борис Годунов все больше и больше обретал власть, но в то же время я вам прямо скажу, что мы не будем вот конкретно обвинять именно Бориса Годунова, потому что историки, они рассуждают, кому была выгодна смерть царевича Дмитрия, кто был в этом заинтересован, но так как прямых улик нет, то никому мы не будем предъявлять каких-либо обвинений. Мы скажем только, что уже был такой случай, когда подсыпали яд в еду, и вот одна из нянек, она попробовав прежде царевича Дмитрия, она отравилась. После этого, конечно, стали наблюдать, вот большую такую соблюдать осторожность, причем да, вот от Бориса Годунова специально туда направлены были люди, которые следили вот за семьей царевича Дмитрия, за его мамой, за там дядьками, там, какими-то вот родственниками, то есть, держали их под постоянным контролем. А наблюдали кто? Это, собственно, Михаил Бетяговский, Качалов, там ряд еще других, потом как раз вот все они и были обвиняемы простым народом в смерти царевича Дмитрия, и, конечно, в среде родственников, нагих, вот эти все дяди, маленького царевича Дмитрия, там было жило недовольство Борисом Годуновым, то, что он постоянно вот как бы все больше и больше власти сосредотачивал в своих руках, узурпировал фактически власть, и потом, когда в конечном итоге, когда Федор Иоаннович умер, он и стал фактически царем. И вот про это недовольство, естественно, сообщалось, и вот наступает 15 мая 1591 года. И на самом деле на протяжении вот веков шло очень много споров. Вот как сейчас у нас споры о царской семье, о Николае Второй, его супруга, дети убиенные, как именно происходила смерть, да, что там именно случилось в 1918 году, вот сколько идет дискуссий, споров, вот точно так же были споры по поводу смерти царевича Дмитрия Угличского. И что известно? То, что вот после литургии, да, вот после причащения святых тайн, вот он, мама его отпускает погулять во двор, и вот там происходит вот это страшное убиение. А как только случилось, тут же вот Панамарь, закрывшись в колокольне, начал звонить в набат. И люди, собравшиеся, они совершили вот самосуд, то есть предполагаемых убийц, они все сами поубивали. Это, конечно, они превысили свои полномочия, это вот запутывало следствие. Но вот так вот поступили угличане, а после этого Борис Годунов присылает особую следственную комиссию, которую возглавляет Василий Шуйский. И эта следственная комиссия, она как бы проводит расследование, там около 140 опрошено было людей, вот составлялись описания, все это пересылается в Москву, достаточно быстро это было сделано. Причем, что удивительно, то, что не фигурировал никакой нож, да, или вот этот железный предмет, непосредственно как улику, его вообще никто не представил. А просто вот были вот рассказы людей, и комиссия, она приходит к такому выводу, делает заключение, что царевич сам себя убил в припадке, в припадке падучей болезни, что вот он выходит поиграть, как там говорили, в тычинку там или в ножички, и вот он, это в чем игра? Или вот буквально ножичек, или свая, то есть заостренный такой гвоздь длинный, который надо было кидать в землю через черту. И вот кто дальше там бросал, тот и побеждал в этой игре. И вот Дмитрий, он вместе со своими товарищами должен был в это играть. Хотя непонятно, кто мог бы дать ему, ребенку, в оружие опасный предмет, знаю, что у него падучая болезнь. Кстати, врачи, в общем-то, они говорят, что если у человека действительно там эпилепсия, то в момент припадка как раз он роняет из рук, он не может сам себя ударить, как об этом писалось вот в этой комиссии. Да, он становится беспомощен, и он не может сам себе нанести смертельный удар. Но как бы там ни было, вот это вот заключение, оно было подготовлено, и потом вот озвучено, и святитель Иов Патриарх, который знакомился уже с готовыми документами, он сказал, что смерть приучилась Божьим судом, вот как бы он так расплывчато описал. И вот вроде бы это дело замяли, но потом наступает смутное время, и Борис Годунов, который приходит к власти в 1598 году, вдруг вот буквально через три года начинают всякие там происходить неприятности, засуха, там, голод, потом вот этот лжедмитрий, и все вокруг валится, и народ напрямую говорит, что это наказание. Да, конечно, там, может быть, были какие-то природные такие процессы, катаклизмы, но все ведь в Божьих руках. И если люди живут злодейски, то тут какие угодно будут происходить катаклизмы, тут какие угодно будут случаться, там, и засухи, и голод, и наводнение, там, цунами будет сносить за разврат людской, да, за злобу, за лукавство, за невинные убиения. Поэтому, вероятно, вот какое-то Божье наказание все-таки действительно было, и потом оно как раз вот сказывалось в чем? В том, что вроде бы убили царевича Дмитрия, забыли про него, а тут постоянно появляются некие вот проходимцы, которые как раз на имени царевича Дмитрия пытаются вот выйти вперед, и даже один он овладел Москвой, Лжедмитрий Первый. И суть в чем? В том, что на самом деле проводилось очень много исследований, и оказалось, что вот это вот следствие, оно, конечно, было сделано наспех, и что показания свидетелей, они, там это видно, что они писались как будто вот под одну копирку. То есть все повторяют одно и то же, то, что им подсказывают сами следователи. А потом оказалось, что некоторые подписи, они даже сфальсифицированы. Да и вообще, на самом деле, все вот эти следственные документы, они потом переписывались на новую бумагу, и, в общем, налицо явная какая-то тенденциозность в этом расследовании, чтобы как бы, ну вот просто сказать, что он там сам себя умертвил, несчастный случай произошел, поэтому виновных не ищи. Но некоторые при этом уже в то время даже под пытками говорили, что произошло именно убиение. И вот это вот жило в народе, и впоследствии Василий Шуйский, который сам возглавлял эту комиссию вот эту следственную, он впоследствии тоже напрямую обвинял Бориса Годунова, когда сам Василий Шуйский стал царем. Вот, но мы единственное, что скажем, что так как они там все друг друга обвиняли, то, естественно, мы здесь в нашей передаче не будем именно конкретным людям какие-то вот обвинения предлагать, потому что, может быть, это были люди не собственно от самого Бориса Годунова, но заинтересованы в том, чтобы именно Борис Годунов пришел к власти, и понимая, что убиение царевича Дмитрия, оно открывает путь Бориса Годунова к власти. То есть тут уже трудно сказать, сам ли он давал такое распоряжение, или просто люди, которые даже не спрашивали у него разрешения, но были заинтересованы в том, чтобы он пришел к этой власти. Но убиение, видимо, оно совершилось вот таким страшным образом. Да, братья и сестры, вот мы еще должны что сказать, то, что на самом деле следствие, которое проводилось, оно было связано даже не столько с фактом убиения царевича Дмитрия, сколько с возникшим так называемым вот бунтом в Угличе, когда люди совершили самосуд, повторю, что они очень любили царевича, знали его благочестие, и они поэтому, как только услышали вот этот набат колокола, они сбежались, и тут же вот мама царевича, она напрямую говорит, что произошло, указывает на убийц, и угличане, не выдержав, они, ну вот, поумершляли всех, да, не оставив фактически никаких свидетельств, ну, уже виновников, скажем так, вот этого происшествия. И поэтому следствие, на самом деле, оно велось именно ввиду убиения вот этих представленных Борисом Годуновым людей, а не в связи с убиением самого царевича. А процесс следствия, он пытался показать, что, ну, он сам вот как в результате несчастного случая погиб, поэтому самосуд, он тем самым обостряется как бы. И в итоге действительно что сделали, что всех угличан выслали, сослали далеко за Урал в крепость Пилым, куда их поселили, да, некоторых казнили, да. А колокол, кстати, наказали даже колокол, вот тот набатный колокол, в который звонил Пономарь, созывая угличан, этот колокол сняли, высекли плетями, оторвали ему вот ухо, то есть на чем он, так сказать, вот висел, да, и вырвали язык за то, что вот он звонил, созывая людей, да, и вот тоже выслали туда же в Пилым. Колокол подвергся такому же наказанию, изгнанию. Ну и проходит какое-то время, да, а царевича Димитрия, его похоронили там же в Угличе, в Преображенском соборе. И потом вдруг вот время от времени стали происходить такие вот чудеса, когда от гробницы отрока стали вот даваться исцеление людям. Потом было замечено, что особенно много тем, кто страдал какими-то глазными болезнями. А буквально в 1598 году царевич Димитрий, он является видением Угличскому старцу Тихону и предсказывает, что скоро появится много вот таких самозванцев, которые будут называться его именем. То есть сам Димитрий это предсказывает, начало смутного времени, именно тогда, когда воцарился Борис Годунов. И, ну, когда вот сведения об этом доходили, конечно, пытались как-то все это пресекать и наказывали тех, кто распространял. Но в итоге так и получилось, потому что не только первое и второе, там их на самом деле было четыре, даже вот известно четыре лжедмитрия. И именно это затем чем оборачивается? То, что вот появление лжедмитриев, да, вот как это, чем еще запутывалось? То, что мама царевича Димитрия, она была пострижена тоже в наказание Марфы за то, что она указала на убийцу, как инокиня Марфа была пострижена, сослана в монастырь. Но вот как только появился лжедмитрий I, она вдруг неожиданно признает его как своего сына, но, видимо, она хотела отомстить Борису Годунову, использовать эту ситуацию для того, чтобы возвыситься в Москве якобы вот мама появившегося вот ее сына уже, как царя, да. А люди запутывались, почему? Потому что вот не было таких средств массовой информации, невозможно было заснять на видео или фотографию тело убиенного отрока, где-то разослать, чтобы это в интернете лежало, и люди наглядно не могли посмотреть и увидеть, что вот он, убиенный отрок, поэтому появившийся вот этот вот молодой человек, который с изысканными манерами приехал из Польши, с католическими какими-то причудами, что явно это не царевич Димитрий. А угличан всех выслали. Понимаете? Кого-то там, в общем, всех разослали, поэтому уже трудно было как бы наглядно услышать тех, кто видел мертвое тело убиенного царевича, и сами люди тоже этого не видели. Поэтому такая вспыхнула смута, что верили, и много там вот препирательств, и всякие вот эти войны. А Борис Годунов в этих смутах и умирает. И когда вот уже Дмитрий I, а потом его изгоняют, то Василий Шуйский при нем именно для того, чтобы прекратить вот эти волнения, они и решаются открыть вот тело Дмитрия Угличского, чтобы перевезти в Москву и показать, что вот он убиенный царевич. Причем тоже происходит, ну не то чтобы курьез такой человеческий, а вот как бы скажем так, вот есть человеческие расчеты, а есть Божьи планы. И ведь думали-то как? Ну просто вот мы раскроем тело отрока вот этого убиенного, привезем, покажем. И оказывается, происходят чудеса. То есть про канонизацию поначалу даже не думали. Думали просто перевезти в Москву. Но когда открыли тело святого Дмитрия Угличского, а в эту уже вот новую комиссию входил митрополит ростовский Филарет Романов, это вот будущий патриарх Филарет Романов, отец царя Михаила Романова. Ну Михаил еще не был, конечно, царем. И как только открыли тело царевича Дмитрия, то тут же пошло благоухание, как вот мироисточаемое от мощей святого отрока. И фиксировали уже более очевидным образом происходящие чудеса от мощей. Поэтому стало понятно, что речь уже идет не просто о том, чтобы перенести тело почившего, а речь идет уже о канонизации новоявленного святого. И, кстати, когда вот открыли тело, то оказалось, что, ну да, вот на шее именно рана была, да, тело в основном сохранилось в нетлении, а в правой руке горсточка орешков была зажата у отрока Дмитрия, а в левой шитый золотом платочек. То есть он не держал даже в руках никакого там ножа, и вот похоронили его именно в таком виде, как он, что он держал собой на момент смерти. Ну, видимо, для того, чтобы это осталось потом свидетельством. И, кстати, среди многих людей еще с 1591 года это передавалось, что на самом деле его убили, и назывались вот эти имена, присланных Борисом Годуновым людей. И вот после перенесения святых мощей, да, и такого их прославления люди получают помощь. И когда Василий Шуйский уже напрямую, конечно, говорит, что было на самом деле убиение, в общем-то церковные иерархи, они подтверждают это. И потом собирались вот многие уже свидетельства при патриархе Филарете, в частности, вот том самом патриархе, который, будучи митрополитом, перевозил мощи святого царевича Дмитрия. И там вот составилось описание, которое потом вошло, конечно, и в историю государства российского, Крамзина, и в житиях святых, где описывается, как царевич Дмитрий, он вышел во двор, да, поиграть. А тут его подзывает один из убийц и говорит, это у тебя вот новое ожерелье, показывая на его шее. А он как бы поднимает голову, говорит, нет, это у меня старое ожерелье. Получается, что как бы вот такой диалог, внимание, и шея его открыта. И тут вот убийца наносит удар, потом нянька, находившаяся, она пытается спасти его, кидается к нему, но все равно вырывают, добивают. И вот потом панамарь, который наблюдал, он как раз кидается колокольней, закрывает за собой дверь и звонит в набат. То есть он пытается именно действительно созвать людей. Люди сбегаются. Мама царевича, она выбегает, она прямо говорит, указывает на вот этих убийц и поднимается действительно в каком-то смысле бунт, потому что люди не могли этого потерпеть. И вот дальше все то, про что мы уже и говорили. Но повторю, что мы не будем здесь входить именно в конкретные вот обвинения, а просто мы скажем, что сам отрок Дмитрий, он принимает вот такую чистую, неповинную смерть, постоянно посещая храм Божий, да, причащая святых тайн. И оказавшись вот в заложниках вот такой сложной ситуации, то он кротко терпит эти страдания по образу Христову. И, конечно же, вот тайна детской святости, она нам до конца непостижима. Но что мы видим? Что Господь сам являет своих святых, и через царевича Дмитрия он начинает являть благодатную помощь многим. Вот когда его мощи перевозят в Москву, то там тоже происходит ряд таких вот чудес. И потом его уже полагают в Архангельском соборе, да, в особой Раке, где хранятся его мощи святые. И проходит очень много лет, и уже во время, конечно, войны с Наполеоном в 1812 году французы, они все подряд разоряли, вот они выбросили мощи святого Дмитрия из его гробницы. Но один из священников, отец Иоанн Вениаминов, он смог завернуть их в пелены, спрятать, чтобы они сохранились, а потом мощи были возвращены. И вот святые мощи царевича Дмитрия, они продолжают пребывать в Архангельском соборе Кремля, да, и, конечно же, это мощи чудотворные, мощи святого угодника. А в самом Угличе, в день памяти святого царевича Дмитрия, когда именно он убиен был, там совершается крестный ход, причем раньше даже там совершали крестный ход и вносили, ну, скажем так, как плащаницу, да, пелена, на которой изображен был царевич Дмитрий, обносили вокруг храма, и люди подходили, вот, и проходили под этой плащаницей, прикладывались, тоже получали исцеление. И вот крестный ход, он, как по традиции, сохранился до наших дней. А сам святой царевич Дмитрий, он предстоит пред Господом. И он про что говорит, о чем он свидетельствует? О том, что один суд человеческий, а другой суд Божий, да. Затем то, что, вот не надо думать, что святость это вот обязательно, чтобы какой-то вот затворник, который где-то там живет, а святые люди, они могут жить рядом с нами, даже отроки. «Будьте как дети, ибо таковы в Царстве Божии», говорил Господь. Если дети вот сохраняют свою, вот эту вот ангельскую чистоту, то, что вот в мыслях, в сердце, если сами они обращаются ко Господу, то они уже при жизни как ангелы на небесах. И когда вот действительно либо несчастные случаи, на самом деле, да, либо такое страшное преступление по человеческим, или точнее по дьявольским измышлениям происходит, на самом деле такие души, они как ангелы, тут же воспаряют ко Господу в небеса, минуя всякие там и тарства, потому что души святых людей, они в руке Божией. И такие вот святые дети, начиная с убиенных вифлеемских младенцев, да, и вплоть до царевича вот Алексия, сына Николая II, ну и прочие святые дети, имена которых мы знаем или не знаем, они все пред Господом как ангелы молятся за наш грешный, испорченный мир и ходатайствуют о спасении наших душ. Поэтому помолимся святому царевичу Дмитрию, чтобы по его молитвам нам, конечно, миновать все смутные времена, чтобы Господь смиловался над нами, и чтобы благодатным заступничеством царевича Дмитрия наши дети были спасены от всевозможных там и несчастных случаев, и чьих-то злых наветов, святые царевичи, благоверные Дмитрия Угличский, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok